Здравствуйте, друзья! С самой осени мы не были в лесу с Бэби. И так как были совершенно недалеко от леса, решили заглянуть и посмотреть, что здесь творится и нельзя ли уже безопасно гулять. Самое ужасное, что я в белоснежных кроссовках. И не просто в белых, а реально в таких, о господи, реально в таких белоснежных. Видели вы, нет? Собака, я их называю всех Чаппи, потому что они амбассадоры корма Чаппи. Вон там несется. Вот это да, вот это скорость. Ну, в принципе, сухо. Но вот теперь я из-за этой собачки не знаю, куда бы нам идти. Хотя бы, мы хотя бы капельку, минут 15 пройдемся. Вот собачка что-то носится туда-сюда. Ну, я очень надеюсь, что она не потерялась. Вообще-то, такие собаки не теряются. Интересно. В общем, собачка носится. Я так и не поняла, чья она, с кем она. Может быть, она из этой вот компании. Вон там уже шашлычники, шашлыки жарят. Но она как-то к ним даже не приближается. В общем, мне достаточно тревожно. Она ни на кого не обращает внимания. Ни на меня, ни на Бэби. То есть, вот она носится, как угорелая. От этого еще как-то страшнее, тревожнее. По нашему обычному пути, вот там вот, как бы вокруг, вокруг, вокруг вот этого нашего районного куска леса мы не пошли. Там достаточно сыро. Поднялись наверх, где обычно летом раскладываются шашлычники. Ну, тут прямо при входе в лес много-много есть местечек таких, как бы, ну, где постоянно собираются. Ну, что, я не могу сказать, что после зимы лес очень грязный. Да и откуда здесь была бы грязь. Здесь столько снега было, что просто ужас ужасающий. Сейчас буквально, не знаю, 50 метров пройдем и пойдем обратно. Еще сыровато. Или надо надевать, ну, не белоснежные кроссовки. Скажем так. Тем более, что я перед выходом только их вымыла, потому что был дождь. Я шла под дождем. И, ну, сами понимаете, да? Ну, вот. Какое число? 10 апреля. Как видите, листвы у нас еще нет. Немножко набухают почки. Так вот, немножечко. На сирене, но сирень, она самая первая, начинает, как бы, приветствовать весну, да? На ней уже почки покрупнее. На остальных деревцах и кустиках совсем-совсем еще мелкие почки. Что ж такое-то, а? Это я возмутилась, что в лесу нет никого, но четыре человека, то есть я четыре существа. Я, бэби, и две женщины, почему надо обязательно по одной и той же тропинке. Ну, хотя это и тропинками-то не назовешь. Как видите, еще не натоптаны дорожки, тропинки. Везде вот такое запустение. Без зелени это все выглядит очень и очень неприветливо, но желание погулять рано утром, послушать весеннее пение птиц уже появилось. Я, наверное, завтра надену... А, нет, завтра не получится. Я завтра к сыну еду. Послезавтра надену такие старые походные ботинки. У меня нет резиновых сапожек, к сожалению. И мы, наверное, сходим... Не надо, бэби. И мы, наверное, сходим утренних птичек послушать. А сейчас пока лес выглядит вот так. Ну, птички поют и днем, но это не так, как утром. Утром они прям такой концерт устраивают. Я помню это вот очарование их весеннего пения с прошлого года. Но вообще, если честно, грязновато. Тут уже, наверное, вот чуть дальше. Не хочу крупно снимать. Там, поверьте, помойка. Кто-то уже вот по весне тут сидел и все оставил. Бэби, не ходи там грязно. Бэби! Бэби! Глухня! Не, ну, конечно, она перевозбудилась. Полгода, видимо. Ну да, ну да, с ней дочка гуляла осенью, когда я уже заболела. Они ходили с ней в лес. Но дочка ее боится отпускать, поэтому они гуляли по тропинкам на поводке. А я-то отпускаю, чтобы она здесь развлеклась. И, кстати, мы еще не приняли таблетку от клещей. Раз у меня есть в планах начать посещать лес, да что ж такое-то. Я понимаю, что у тебя это на генном уровне, но можно же от этого отучиться. Так как мы планируем посещать лес, значит, пришла пора принять таблеточку от клещей. Я очень волнуюсь из-за того, что бровек-то теперь нету, симпарики теперь нету. Нет, симпарику я видела в продаже, но за такую цену, что, знаете, мне не потянуть. Поэтому пришлось купить инспектор, и я из-за этого очень сильно волнуюсь. Очень сильно нервничаю, потому что с самого, ну как вот, первый прием, да, у нас был симпарика для щенков, при том, по-моему, в каплях, что ли. Уже забыла. Но мы тогда и в лес-то не ходили. А потом исключительно бровек-то. Слушайте, вообще не узнаю, где-то же здесь было такое оборудованное место, хотела немножечко посидеть. Ну ладно, друзья, я вам показала, как выглядит лес. Пойдем мы отсюда выбираться, потому что, ну, честно скажу, мне жалко кроссовок. Все. Это наша весна. Она наступает. Я думаю, если такая погода продержится, то сейчас вот попрет и трава, и листва. будет намного-намного красивее и уютнее. А как только мы выберемся на утреннюю прогулку, я обязательно, как всегда, запишу какую-нибудь тематическую болталку, потому что тем у меня накопилось много, а я привыкла на них, о них болтать, когда гуляю в лесу с Бэби. Все. Всем пока. Мы в лесу. Субтитры сделал DimaTorzok